Проводить под наркозом детям детальные МРТ-исследования теперь смогут на мощнейшем в Украине томографе в одном из диагностических центров столицы. Уже несколько лет здесь сотрудничают с благотворительным фондом возрождения. Подробности в нашем материале. Выявлять опухоли и другие серьезные заболевания на ранних стадиях уже больше года могут на этом уникальном томографе в Киевском консультативно-диагностическом центре. Благодаря высокой мощности МРТ увидеть заболевание можно в самом начале, чего не показывают другие подобные аппараты. Однако пока что здесь не могут обследовать детей. Ведь для самых маленьких пациентов необходим наркоз. Для этого нужен специальный прибор – пульсоксиметр, выдерживающий высокое магнитное поле. Он намного мощнее, чем наш старый. То есть там пол тесловый, а здесь полтора тесловый. То есть он дает возможность для обследования как взрослых, так и деток более детально увидеть какие-то проблемы. Во время введения наркоза и введения, когда ребеночек помещается, вот как взрослый пациент, также помещается, ложится защита, но ребеночек вводит себе наркоз, чтобы он спал, и он погружается туда, в туннель. Ну, грубо говоря, такой туннель я называю. И мы не видим его. А мне нужно видеть, вот я как анестезиолог, и мои коллеги тоже. Мы должны понимать, что происходит с ребенком. Пульсоксиметр дает возможность, он контролирует пульс, уровень кислорода в крови. Еще в июле за помощью в приобретении дорогостоящего оборудования руководство центра обратилось в благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение». Багато роков мы уже працюем с фондом «Возрождение», особисто с Володимом Михайловичем. Потому что он обратился к нам как бы особисто, а после узнать наши конкретные проблемы, он сразу, знаете, включился и начал помогать. На протяжении часа нам дали эти деньги, перераховали эти деньги, и сейчас мы уже нашли фирму, которая поставит нам этот пульсоксиметр. Потому что мы не можем обстежить деток. Киевскому консультативно-диагностическому центру здесь помогают не впервые. Конкретно для диагностического центра это не первый наш такой подарок. Мы уже покупали им оборудование, очень необходимо, очень нужно для обследования женщин и выявления рака, онкологии на самой-самой-самой начальной стадии. И оно позволяет тогда, когда еще вообще никакое оборудование, ничто и никак, невозможно увидеть начало болезни, вот на этом оборудовании это можно увидеть. Также мы помогаем по Украине около 50 больницам, онкоцентрам. И в первую очередь детским отделением онкоцентра. Конкретно вот в Киевском нашем онкоцентре мы для детского отделения делаем такую ежемесячную помощь, ремонт сделали. В этом диагностическом центре благодаря помощи благотворителей также установили видеонаблюдение, приобрели трубку для маммографа, установили источники бесперебойного питания. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер.